Всем привет, меня зовут Богатейший Ди. Как вы думаете, существует ли вероятность, что биткоин станет новой мировой резервной валютой? Ну или цифровым золотом хотя бы. И будут ли другие монеты, которые мы будем использовать для повседневных расходов? На самом деле меня удивило бы, если бы биткоин мог вписаться исключительно в нишу цифрового золота. Биткоин обладает характеристиками делимости и транспортабельности, что делает его гораздо более гибким, чем золото. Золото не является хорошим прямым средством обмена, потому что его трудно проверить и тяжело носить с собой. Чем больше вы делите его на меньшие суммы, тем сложнее проверить, что это настоящие золотые кусочки. В результате легче анализировать и проверять золото в больших количествах, на котором проставлены штампы уважаемой третьей стороны, которая опирается на трастовую инфраструктуру. Это может быть, например, банк. Тогда стоимость хранения и защиты золота настолько высока, что лучше делать это в секретном порядке, когда вы кладете его в хранилище и его охраняют профессионалы. Вы же просто получаете бумажный сертификат владения. Поэтому использовать золото напрямую как средство обмена достаточно затруднительно. Биткоин не имеет ни одной из этих проблем. Да, обеспечение безопасности биткоина может быть даже дороже, чем сложная форма депозитарных цифровых денег. Да, эта сложность может вызывать некоторое давление на сторонних хранителей. Но если это давление будет меньше, чем в нынешней традиционной системе, где почти все являются сторонними хранителями, это все равно будет более децентрализованным будущим. Способность очень быстро обмениваться биткоином, независимо от его количества, особенно на уровне микротранзакций, делает его очень эффективным средством обмена. Если биткоин станет средством обмена и накопления стоимости, то мы увидим снижение волатильности до такой степени, что больше таких колебаний в цене никогда не будет. Тогда он также может стать единственным средством расчета. Я думаю, что все эти три возможности доступны биткоину. Это не означает, что не будет других монет для повседневного использования. Такие будут, конечно же, но я не думаю, что биткоин будет просто цифровым золотом. Он может стать мировой резервной валютой, хотя я думаю, что концепция единой мировой резервной валюты больше не актуальна. Я думаю, что это будет одна из многих резервных валют, которые могли бы использоваться нами. Мне кажется, что мы больше не живем в том мире, где стоимость переключения между резервными валютами заставляет нас использовать только одну. А перед тем, как я покажу вам еще один интересный видеофрагмент, я хочу напомнить, что у меня есть свой мониторинг обменников в exchange.sumo.com, на который можно поменять криптовалюту или валюту. Огромный выбор криптовалют, кэшбэк, круглосуточная поддержка и выгодные курсы. Все это по ссылке в описании. Поскольку биткоин отличается от других, как вы видите, массовое принятие. Будет ли оно осуществляться через биткоин или что-то еще, что можно подвергать цензуре? Ну, я не думаю, что массовое принятие будет принятием только одного биткоина. Мысль о том, что все вдруг перестанут использовать свою национальную валюту и начнут использовать только биткоины в качестве замены, просто неправильно. Мы уйдем из мира одного выбора, поддерживаемого монопольной силой и коррупцией, которая с этим связана. Мы движемся в мир, где существует выбор, где вы можете иметь возможность использовать любую из тысячи валют, где вы можете легко переключаться с одной на другую в считанные секунды, с очень незначительными затратами на обмен. Почему вы привязываетесь к одной валюте? Вы можете использовать то, что наиболее удобно для конкретной вещи, которую вы пытаетесь сделать сегодня. Возможно, так же, как ваши IP-пакеты будут использовать маршрут, который наиболее эффективен при достижении конечного пункта назначения. Если вы настроите свою интернет-маршрутизацию так, чтобы данные всегда следовали определенному пути, это было бы очень ненадежно. Решения по оптимальному пути маршрутизации принимаются тысячу раз в секунду промежуточными маршрутизаторами. Когда деньги превращаются в данные и становятся маршрутизируемыми, таким образом мы начинаем думать о них по-другому. Решение о том, какой валюте я привержен прямо сейчас или для какой цели, принимается моим цифровым кошельком по мере необходимости, в зависимости от того, кому я плачу. Это все интересные области для изучения. Идея о том, что мейнстрим выберет одну валюту, является фикцией прошлого. Причина, по которой большинство из нас использует только одну валюту, заключается в том, что затраты на переключение огромны, особенно когда у вас есть государственная монополия, поддерживающая ее, и ограничения на обмен валют. Если я задам вам вопрос, ваше любимое блюдо, и вы, например, ответите, яблоки, то захотите ли вы до конца жизни есть только яблоки? Это все еще ваше любимое блюдо? И почему вы выбрали только одно блюдо? Идея, что вы можете использовать только одну валюту, существует из-за искусственных ограничений. Я хочу буфет валют, чтобы иметь возможность вернуться к нему и наполнить свою тарелку чем-то другим. Каждый день я хочу попробовать что-то новое. Я хочу немного разнообразия. Возможно, если я торгую с определенными людьми, я хочу рассчитываться этой валютой. А если я торгую с другими людьми, я хочу рассчитываться другой валютой. Некоторые из таких валют будут иметь цензуру. Сегодня у вас есть возможность использовать любой веб-сайт в мире. Но также у вас есть друзья, которые используют только Facebook. Это выбор, который они сделали. Это хороший выбор? С их точки зрения, да. По крайней мере, у них есть такой выбор. У них также есть выбор, чтобы взять и уйти с этого сайта. Если бы вы были в вычислительной среде столько, сколько и я, вы бы знали, что ничто не вечно. Раньше я думал, что Microsoft будут доминировать над компьютерами всегда. Где они сейчас? Они не могут диктовать выбор. Мы увидим много вариаций. Некоторые люди сделают плохой выбор. Они будут использовать валюты с надзором, контролем и цензурой. Вы знаете, кто эти люди? Люди, которые могут себе это позволить, потому что их правительство еще недостаточно коррумпировано. А если вы поедете в Аргентину или Венесуэлу и спросите, «Эй, вы бы хотели использовать деньги правительства?» То в ответ услышите, что никто не хочет использовать эти деньги. Они уже знают, насколько дорогим будет этот выбор. Не просто дорогим, как потеря части зарплаты, а дорогим, как потеря будущего своих детей. Это выбор, который они не сделают. Но если вы американец, немец или поляк, и у вас есть карта Visa, которая работает в каждом магазине, где ее легко и просто использовать, есть ли кто-то, кто подвергает цензуре вашей транзакции прямо сейчас? Не совсем. Кто-нибудь конфискует ваши деньги? Если вы грек, тогда да. Если вы поляк, еще нет. Этот урок вы поймете тогда, когда у вас возникнет необходимость его понять. В результате у вас будут хрупкие системы, конкурирующие с надежными системами. У вас будут валюты, которые могут быть обесценены из-за инфляции, конкурирующие с валютами, которые не могут обесцениться. У вас будут системы с цензурой, конкурирующие с системами, которые нельзя подвергать цензуре. Некоторые люди сделают правильный выбор, а некоторые нет. Это нормально. Я знаю, какой выбор я сделаю. Для меня важно, чтобы я мог сделать этот выбор. Если я могу сделать этот выбор, и я единственный, кто его делает, то это тоже нормально, потому что я привык быть странным. Похоже, что мы все странные ребята. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, комментируйте, богатейте, и скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!